Пожалуй лучшего места для нашей встречи не придумать Марсово поле Рядом ровесник нашего города Летний сад Фраморный дворец Павловские казармы Василия Стасова У меня за спиной Михайловский дворец Спас на крови То есть мы в кольце лучших памятников Петербурга Наша встреча посвящена защите культурного танка Иногда нас упрекают в том, что мы слишком драматизируем ситуацию На самом деле не все так плохо Однако, к сожалению, это не так Все на самом деле плохо И вот подтверждение того, что я только что сказал По официальным данным, которые, как вы понимаете, никак не могут быть преувеличенными За последние десять лет В России утрачено более двух с половиной тысяч памятников истории и культуры Находящихся под охраной государства Две с половиной тысячи утраченных памятников, которые якобы охраняют государство К сожалению К сожалению В этих двух с половиной тысячах утрачено немало памятников петербургских Между тем, в этом году, это произойдет в декабре Исполнится 25 лет с того дня, когда на 14-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Исторический центр Петербурга и окрестностей По настоятельной просьбе нашего правительства, подчеркиваю Был включен список Всемирного культурного наследия Уже 25 лет мы в этом списке И наше государство, наше общество взяло на себя соответствующие обязательства перед мировым сообществом Сохранять эти сокровища, которые являются гордостью и достоянием всего людьми Пришло время вспомнить, что петербуржцы никогда не оставались равнодушными к любой угрозе Памятникам истории и архитектуры города К его историческому наследию Его особой культуре Мы не допустили строительство башни Охта-центра И по-прежнему вместе мы будем противостоять всем, кто уродует или разрешает уродовать Петербург Вандалам, псевдоинвесторам, представителям власти Если они будут согласовывать проекты, грозящие невосполнимым ущербом Единому архитектурному облику города Я благодарю оргкомитет митинга Поддерживаю его резолюцию и требования участников Защитим Петербург вместе Это наш город Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева Мы сегодня собрались потому, что дело защиты нашего города стало совершенно другим Раньше вандалы и застройщики, которые его разрушали, пытались хотя бы прикрыться законом Вы помните? Делали какие-то подделки документов Совершали подлоги Обманывали, но прикрывались законом Теперь они даже этого не делают Теперь они открыто разрушают наш город, пытаясь нам доказать, что он будет таким, каким они хотят его видеть А не таким, которым нам передали его предки Это называется террор И то, что сейчас происходит И то, что недавно произошло на Лахтинской улице Это и есть акт устрашения Террор не в смысле атаки на жизнь и здоровье людей А атаки на жизнь и здоровье нашего города Боль которого мы ощущаем как свою, конечно же Я хочу сказать от своего имени и от имени моих коллег по фракции Яблоко Что мы хотим попросить у вас прощения Мы хотим попросить прощения за то, что несмотря на все наши усилия Мы не смогли еще сделать так, чтобы эти вандалы, эти мерзавцы Даже близко не могли бы подойти к нашим памятникам архитектуры и культуры Но мы будем стараться это делать И я хочу вам сообщить, что я внес недавно законодательное предложение о том Чтобы статью 243, которая устанавливает ответственность за разрушение и причинение ущерба памятникам Перевести в более тяжелую статью Чтобы это не было преступлением небольшой тяжести Я хочу сказать, что мы сделаем все И я держу под контролем процесс восстановления Мефистофеля, сбитого вандалами И я сделаю все для того, чтобы фотография, напоминающая властям о том, что тут произошло О том, как у нас защищаются в кавычках и охраняются в кавычках памятники Оказалось бы на том самом месте до того момента, пока он будет восстановлен Я хочу сказать, что нам очень важна ваша поддержка Потому что тех людей, которые сейчас пытаются фактически приватизировать памятник Я имею в виду религиозные конфессии тех, кто от их имени пытается выступать А тех, кто пытается разрушить наш город У них есть и административная поддержка, и деньги А у нас есть только вы и ваша поддержка Спасибо вам за то, что вы пришли Я очень надеюсь, что с вашей помощью мы сохраним наш город Спасибо Мирно, спокойно Но вот есть случаи, есть темы, главные, неприходящие Когда ты понимаешь, что ты не должен быть одинок Когда ты понимаешь, что сотни людей думают и мыслят так же Ну пусть нас сегодня 200-300 человек Но это те люди, которые пришли не по квоте Это те люди, которые пришли по зову сердца Вот это тема Петербург В самом деле для меня Петербург это не только исторический центр Для меня Петербург это районы и кварталы, где живут сотни тысяч моих земляков Это Озерки, Парголова, это Коломяги, это озеро Долго, это Пискаревка, это веселый поселок И это не только дворцы и объекты исторического значения Это школы, поликлиники, садики, дороги Это метро, это парки и скверы, это тоже Петербург За последние годы мы уничтожили десятки гектаров зеленых насаждений Мы застроили и уплотнили сотни дворов В наших реках и озерах нельзя купаться Мы в буквальном смысле задыхаемся от вони полигонов и гари промышленных зон Как в моем Приморском районе, так в Невском районе, как в Холкино У нас загаженные мусором леса Вы знаете, и это тоже наш Петербург Я хочу, я требую, чтобы в Петербурге было комфортно Детям, взрослым, в центре и на окраинах Градостроительная политика города должна строиться не на корысти инвестора Она должна строиться на воле горожан, на интеллекте экспертов И по крайней мере на память и уважение к мастерству тех зодчиков, которые строили наш город Нет гетто, тысячным гетто, в которых нет дорог, садиков и поликлиник Мы за другую градостроительную политику Я хочу, чтобы мы строили новый Петербург так, чтобы нашим потомкам было что защищать и было чем гордиться И это тоже наша тема Защитим Петербург, это наш город Вы видите, что сделали с барельефами Фестофеля И все это происходит при возмутительном попустительстве И нашей исполнительной власти, и нашей прокуратуры, и нашей полиции Они у нас быстро обычно реагируют только когда оппозиция собирается на что-нибудь несанкционированное Когда надо защищать памятники, защищать историческое наследие Они или по карусели переваривают ответственность друг на друга Или реагируют тогда, когда реагировать уже поздно Вот мы должны защитить свой город Мы должны понимать, что у него нет других защитников, кроме нас Мы должны его сохранить Мы должны сделать так, чтобы нашим потомкам за нас не было стыдно Мы можем сделать это только вместе Независимо от политических взглядов Независимо от вероисповедания Независимо от национальности, от возраста и профессии Мы должны быть вместе И тогда мы победим И тогда наш прекрасный Петербург Лучшее, что есть у нас Сохранится, приумножится и будет процветать Потому что это наш город, друзья Это наш город Это наш город Это наш город Нам его защищать Мы его защитим обязательно Спасибо вам еще раз Этим важным делом занимается Я хотел бы предоставить слово представителю профсоюза Учитель Константину Белову Здравствуйте Вы знаете, я хотел бы вспомнить Вот рядом с нами летний сад Когда проходила его якобы реставрация На самом деле это называется реконструкцией Если по-честному Там висел плакат Со словами Лихачева Я, конечно, точно не вспомню сейчас эту цитату Но там говорилось о том, что Любая реставрация Не должна возвращать Как бы к первоисточнику Если при этом разрушаются Некие наслоения культурные И Эта цитата Использовалась для того, чтобы доказать Что летний сад можно просто взять и изменить То есть, понимаете, цитата вывешивалась явно про другое Но в этом контексте Она читалась Ну, подавалась, вернее Как то, что Лихачев был бы тоже за полную реконструкцию летнего сада Так вот, я хочу сказать, что такая манипуляция Сознанием вообще возможно только при падении уровня образования Поэтому я, как представитель профсоюза-учитель Просто хочу Сказать, что Наша культура Она начинается там, где Начинается школьное образование Вот в школе Даже может быть в детском саду И люди культурные Они, конечно, никогда не пойдут И не собьют с культуру Только потому, что она Где-то там чего-то задевает Их религиозные убеждения И религиозных убеждений Таких примитивных у образованных людей не будет Поэтому я со своей стороны просто хочу сказать, как учитель Вы знаете, надо еще раз подумать о образовании детей Вот сейчас образование наше крайне некачественное Дети будут решать потом судьбу памятников, когда станут взрослыми И памятник сам по себе наполняется содержанием только тогда, когда есть культура Есть передача этой культуры от поколения к поколению А когда у нас детей учат по стандартам, написанным чиновниками И это в большей степени происходит в предметах гуманитарного цикла И никто из родителей не хочет помочь нам сделать это на более высоком профессиональном уровне Чтобы это не происходило по, еще раз говорю, примитивным чиновничьим стандартам Вот у нас и вырастают те, кто потом подписывает указы о разрушении исторических зданий Кто решает все проблемы крайне примитивно, крайне просто А потом происходит и атомизация общества, когда мы уже действительно делимся по политическим Я боюсь, что мы очень часто делимся по политическим соображениям Потому что мы отвыкли друг друга слышать Мы не ведем серьезных обсуждений Это тоже вопрос нашего образования Я просто хотел бы, чтобы все над этим задумались Спасибо Среди и бездумную городостроительную политику Снесены дом Рогова и дом служащих Госбанка Искалеченный федеральный памятник Никольские ряды Региональный памятник дом Мордвиновых Дом Штекеншнейдера Под угрозой уцелевшие постройки офицерской кавалерийской школы Доводится до аварийности дом памятник набережной Фонтанки 145 На миллионной фурштадской колокольной улицах Так и не демонтированы незаконные мансарды Перестройка под апарт-отели грозит конюшенному ведомству и блокадной подстанции Существует угроза перевода уникального концертного зала из Смольного собора Пытаются выселить музей Арктики и Антарктики Ликвидация грозит уникальной экспозицией музея городской скульптуры в Благовеческой уцепальнице Продолжаются попытки передать церковь Висакиевский собор и храм Спаса на Крови В разных районах города не стихают градостроительные конфликты Несмотря на обещания властей, в генплане осталась широкополосная трасса М-7 Через удельный парк Ради возведения новых храмов уничтожаются зеленые зоны Грозит застройка скверу Агрофизического института Неясна судьба уникального археологического комплекса на Ухтинском мысу Который намерена застроить компания «Газпром» Раскопы стоят незаконсервированными, постепенно разрушаясь Под угрозой объект ЮНЕСКО Пулковская обсерватория Согласованная прежним руководством застройка трехкилометровой зоны Вокруг научного центра сведет на нет работу нескольких поколений ученых Несмотря на обещания вице-губернатора Игоря Алвина Город не пытается предотвратить гуманитарную катастрофу Продолжается строительство Лахта-центра, который грубо вторгнется в охраняемые панорамы В том числе в так называемые «открыточные виды» Мы заявляем, что сложившееся положение недопустимо и требуем Первое. Немедленные остановки проектов губительны для объектов культурного наследия и исторических зданий Второе. Включение в состав Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга Представителей градозащитных организаций и независимых экспертов Не реже раза в месяц в обязательном порядке рассматривать на его заседаниях Все инвестпроекты, затрагивающие объекты культурного наследия С правом ввета в случае несоответствия их целям и задачам сохранения памятников Третье. Провести расследование причин неэффективной работы Комитета охраны памятников Отправить в отставку его руководство, как очевидно не справляющиеся со своими обязанностями В связи с тем, что исторический центр Санкт-Петербурга входит в состав объекта ЮНЕСКО Включить устав города, положение о назначении председателя комитета только с согласия законодательного собрания Отказаться от незаконной практики предпособления памятников с реконструкцией и сносом отдельных конструкций и целых зданий Пятое. Прекратить практику выделения земельных участков в сложившихся зонах отдыха Под строительство религиозных или иных объектов Шестое. Запретить перезонирование с последующей застройкой особо охраняемых природных территорий Седьмое. Поддержать законодательные инициативы петербургских депутатов Такие как запрет на передачу религиозным организациям объектов культурного наследия федерального значения Изданий, где более 25 лет находились учреждения культуры Авторы депутаты Вишневский, Кобринский и Явлинский Такие как Принятие только законом Санкт-Петербурга Решение о передаче религиозным организациям объектов культурного наследия Депутаты Бакулин, Галкина, Камолова, Натяг, Резник, Трахманенко, Шишкина Такие как Инициатива депутата Кобринского о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации Ужесточение ответственности по статье 243 Переведение в категорию преступлений средней тяжести Восьмое. Добиваться реального наказания для вандалов по всей строгости закона Регулярно проводить разъяснительную работу сотрудника Министерства внутренних дел по проблеме сохранения объектов культурного наследия Внести в городской бюджет статью расходов на социальную рекламу по тематике охраны культурного наследия Девятое. Предотвращать на уровне города доведение до аварийности исторической застройки Обеспечив расселенным зданиям качественную консервацию по мировым стандартам и оперативный капремонт Ввести ответственность инвесторов про до изъятия участка за содержание домов до 1917 года постройки в ненадлежащем состоянии Ввести практику передачи расселенных домов под госпрограммы Расселение коммунальных квартир и молодежи доступное жилье Десятое. Кардинально изменить сроки ремонта фасадов в историческом центре города Скорректировав их в соответствии с реальным состоянием зданий Одиннадцатое. Сохранить нынешний юридический статус Исактинского собора и спаса на крови Двенадцатое. Оставить государственный музей Арктики и Антарктики в занимаемом здании Триннадцатое. Отменить прохождение трассы М7 через территорию регионального объекта культурного наследия Удельный парк Четырнадцатое. Отказаться от изменения зоны в правилах землепользования и застройки для сквера Агрофизического института Строительство высотного дома только на половине участка это не компромиссное решение о уничтожении зеленой зоны Пятнадцатое. Немедленно взять под охрану археологические памятники Охтинского мыса и восстановить уничтоженный Газпромом блокадный мемориал Шестнадцатое. Срочно создать рабочую группу по решению проблем главной астрономической обсерватории Российской Академии наук Инициировать всестороннее расследование деятельности должностных лиц, ранее незаконно выдавших разрешение на застройку охранной зоны, аннулировать согласование на строительство Семнадцатое. Восстановить утрачение по вине мандалов в рельеф на доме Лишневского на Лахтинской улице 24 Вести практику защиты и современной бережной реставрации и городской структуры, в том числе фасадной И последний, восемнадцатый пункт. По результатам объективной экспертизы уменьшить высотность Лахта-центра до допустимой величины Участники митинга 13 сентября 2015 года Марсово поле Санкт-Петербург. Кто за? Это будет все опубликовано, да, размножено в средствах массовой информации, вы сможете ознакомиться еще раз подробно Дорогие друзья, наша официальная часть митинга завершена Теперь будет песня, без которой сложно было бы представить сегодняшнюю встречу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!